В годы войны в Чувашии было развернуто более 15 ИВАК-госпиталей. Через них прошли свыше 100 тысяч раненых и больных советской армии. Более 70 тысяч бойцов вернулись в строй. Погибшие от ран в госпиталях Чебоксар похоронены на мемориальном кладбище. Сегодня по традиции к братской могиле возложили цветы. Здесь покоится прах более 80 солдат. И каждый год 8 мая к братской могиле несут цветы и венки. События этих лет затронули чуть ли не каждую семью в республике. Пятая часть населения Чувашии ушла на фронт. А это более 200 тысяч человек. Половина не вернулась домой. У меня прадед похоронен под Воронежем. Дошел до Воронежем. Про него рассказывала часто бабушка, прабабушка, мама, папа. Мечтаю как-нибудь съездить туда под Воронеж. У меня лично многие дяди, тети участвовали на этой войне. Вот если взять со стороны матери, пять братьев участвовали на войне. Со стороны отца участвовали также пятеро братьев. Вот пять дядей. Поэтому еще раз повторяю, нет семьи, которая бы не участвовала в этой войне. Ежегодная церемония возложения цветов – неизменная традиция. Дань памяти погибшим защитникам Отечества отдают депутаты Госсовета, министры, подрастающее поколение и, конечно, ветераны и труженики тыла. Мы в годы войны собирали в школах продукты. В годы Великой Отечественной войны. Крапиво сушили. Дежурили мы около деревни по ночам. Я тогда работала в Чувашской школе. Память тех, кто сражался во имя жизни и навсегда остался в Чувашской земле почтили минутой молчания.